Сколько детей должно быть в семье? На этот вопрос каждый ответит по-своему. По мнению социологов, не менее трех, чтобы смертность в стране не превышала рождаемость. Психологи говорят, что по крайней мере двое, чтобы ребенок не чувствовал себя одиноким и не рос эгоистом. Мы решили выяснить, что на этот счет думают лангипастцы. Чем больше, тем лучше. Ну, если государство их, конечно, будет поддерживать. У нас же малая народа, поэтому я считаю, да. Ну, конечно, чем больше. Не скажешь, что 10 человек, но человек, думаю, 3-5 надо восстановить, так сказать, демографическую ситуацию. Я считаю, что до полного счастья должны быть два ребенка, мальчик и девочка. Ну, это зависит от желания самих родителей, сколько они хотят завести детей. Типа нет какого-то определенного числа. От двух до трех. Для души, чтобы было. Вот мне хочется двоих детей. У кого-то трое детей. Я очень за них рад. Без разницы. Главное, чтобы семья была большая и крепкая. А сколько, это уже прихоть каждого. Сколько Бог даст? Ну, хотя бы четыре, потому что будет более дружелюбно в семье. Ну, когда братья, сестры, это хорошо как бы. Когда один ребенок в семье, это не очень. Двоих, потому что одному будет скучно, а вдвоем будет интереснее. А больше, ну, там зависит от настроения и сколько ты хочешь. Я считаю, что должно быть около двух детей, чтобы первому ребенку было не скучно. Должно быть в семье, я думаю, что должно быть трое детей, потому что двое – это как бы восстановление своего рода, а третье – продолжение. Ну, как бы так, наверное, если по эволюции взять. Ну, это обоюдное желание каждого, я считаю. Я не могу отвечать. У нас двое, и мы счастливы.